Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Сегодня у нас четвертый эпизод из моего сериала On Liberty. Ссылочку на три предыдущих вы можете найти в описании на этот ролик. А сегодняшний эпизод посвящен одному из основных вопросов социально-политической философии, роли государства в обществе или Nanny State. Что бы вам ни говорили марксисты-ленинисты, что основной вопрос социально-политического изучения общества – это что первично, материя или дух? Нет, господа, это не так. Основной вопрос, совершенно логично, социально-политической философии – роль государства в обществе. И до очень исторически недавнего времени эта роль формировалась следующим образом. Государь, он же монарх, он же шах, падишах, король, кинг, как вы его назовите, он послан от Бога, у него есть права, данные ему Богом, и все остальные должны этому человеку подчиняться. Он казнит или милует, как он считает нужным, и он абсолютно ни с кем не делится своей абсолютной монаршей властью, так как она ему и только ему, ну, соответственно, его детям, дана от Бога. А если он начнет это делиться с парламентами, с советниками, с министрами, то, простите, какая же здесь чертовой матери божья власть? Нет, власть она дается конкретно этому падишаху или этому царю, и все должны ему подчиняться. Простая, понятная, социально-политическая теория. Да, социально-политическая теория, концепция. Манифестом этой концепции четко сформулированной, хорошо объясненной была цитата из послания Иоанна Ивана IV, он же Грозный, королеве Елизавете I в 1570 году. Цитирую полностью параграф, кавычки открываются. «Мы думали, что ты в своем государстве государыня, и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства. Поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые. Ну, то есть, комментарий мой, мужики торговые, очевидно, не люди. И не заботясь о наших государевых головах и о чести, и о выгоды для страны, а ищут своей торговой прибыли». Торговой прибыли. «Ты же, пребывая в своем девичьем звании, как всякая простая девица, а тому, что хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить не следовало». Кавычки закрываются. Стат закончено. О чем это письмо? Письмо о том, что она изменила королевской традиции. Она поделилась властью с людьми, да не просто с людьми, а с мужиками торговыми, которые чтят свою торговую прибыль. Соответственно, никаких дальнейших взаимоотношений между настоящим монархом, у которого власть от Бога, и той дурочкой, которая отдала свою власть торговым мужикам, хотя бы толику ее, дальнейших переговоров вести нельзя. Надо сказать, что Елизавета I считается в английской истории временем Ренессанса, Рассвета, именно тот монарх, тот монарх-королева, которая и создала ту Англию, которая правила всеми морями и так далее, и так далее. Все началось от нее. Но Иоанн Грозный так не считал. Соответственно, чуть меньше ста лет спустя в свет вышла книга, книга, которая очень существенно поменяла теорию роли государства в обществе. Это же теория. Мы говорим о каких-то философских концепциях. Хотите вы этого или нет? Как только вы задаете вопрос, какова роль государства в обществе, и записываете это в Конституцию, или обсуждаете это на кухне, вы занимаетесь социальной и политической философией. Так вот, следующий вклад в эту теорию внес Томас Хаббс, почему-то в русском переводе Гоббс или Гоббс, не знаю. Нет, он Хаббс или Хоббс по-британски. И его теория была изложена им в книге Левиафан, Левиафан по-английски. Книга состоит из многих подразделов, он их называет книгами, то есть, по сути говоря, это сборные тома из многих книг, и вышла в 1601 году, в 1651 году, первый том, где он размышляет о роли государства в обществе. И дальше он, конкретно Хабб, сделает следующие выводы. Человек сам по себе, существо жестокое, и предоставленный самому себе, то есть, то, что он называет состояние природного бытия, то есть, без государства, первобытный строй. Будет война всех со всеми, знаменитая строчка, которую цитируют сейчас в последнее время многие российские и украинские политики, и, соответственно, нужна власть, без этой власти общество рассыпается, то есть, ни о какой анархии речь идти не может. А дальше задача народа, то есть, общества, подчиняться той власти, которая существует, потому, что без этой власти будет хуже. Соответственно, теория заключается в том, что он сам был вообще атеистом. Он сам был атеистом, что подчинение власти монарха не связано с тем, что она пришла от Бога, Бога нет, а связано с тем, что в отсутствии какой-либо власти или власти монарха всем будет гораздо хуже. Именно по этим прагматическим соображениям давайте подчиняться той власти, которая существует, не устраивать мятежи. Огромным влиянием на его мировоззрение послужила гражданская война, кровавая гражданская война, которая в Англии уничтожила 200 тысяч человек. Он был ее свидетелем. И вот, дожив до седых волос, он начал писать свои философские трактаты в 64, закончил в 91. И вот под влиянием этой гражданской войны, этого хаоса он начал писать свои взгляды на общество. Но вскоре после работы, фундаментальной работы Томаса Хаббса выходит другая, не менее важная работа Джон Лак, тоже британский, шотландский философ. Выход этой работы 1690 год, где постулируются совершенно другие концепции. Те концепции, которые и являются основой фундаментального понимания роли государства в обществе с точки зрения классического либерализма. Я не буду цитировать Джон Лака, хотя уделю ему в каком-то скором времени отдельный ролик, а я вам процитирую Декларацию независимости, написанную еще через почти 100 лет, уже 1776 год. И эта декларация независимости полностью пропитана цитатами, философскими идеями, взглядами этого самого Джона Лак. Джон Лак и является дедушкой американской демократии и современного либерального классического дискурса. Кавычки открываются, цитаты, слова, которые вы все прекрасно знаете, но стоит их еще раз осмыслить. Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что они наделены своим творцом определенными неотъемлемыми правами, среди которых, среди многих неотъемлемых, неназванных прав, жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот эта фраза полностью взятана из работ Джона Лак. Единственное, что после долгих дебатов, долгих и важных дебатов, на которые мы тратить время не будем, жизнь, свобода и право собственности было заменено на жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот это была модификация оригинальной теории. Дальше классический текст Декларации независимости сообщает нам следующее, что для обеспечения прав, ну этих прав, человеческих прав, учреждены среди людей правительства, черпающие свои полномочия из согласия управляемых. Глубокая философская концепция, которая полностью меняется, меняет предыдущий парадигм. То есть не потому, что Бог так сказал, не потому, что это прагматическое решение и любая смена правительства приводит к хаосу, а потому, что легитимность правительства черпается из полномочия согласия управляемых. Очень важная, диаметрально противоположная мнению Хабса, точка зрения. Итак, правительство не управляет обществом, а правительство обслуживает общество, так как девушка, моющая туалет, содержит туалет в чистоте. Она вами не управляет, она просто делает так, чтобы вам, зайдя в туалет, было удобно, и там висела туалетная бумага. Комментарий мой, но это примерно то, что имели в виду эти самые цисоздатели, которые сделали самый великий в мире социально-экономический эксперимент. Продолжаем чтение текста Декларации независимости, что когда любая форма правительства становится разрушительной для этих целей, народ имеет право изменить или упразднить, или отменить, или учредить новое правительство, закладывая его основания на таких принципах, что организуя его полномочия в той форме, которая, по их мнению, будет наиболее способствовать их безопасностью и стремлению к счастью. Итак, правительство полностью управляется обществом, может быть отменено, изменено, упразднено и назначено новое, если свои функции правительство не выполняет. Если девушка, которая убирает в вашем туалете, забыла часто менять туалетную бумагу, то ее нужно убрать и найти другую. Совершенно согласитесь, другое отношение к концепции божественного правительства. Текст продолжается. Разум действительно диктует, что давно установленные правительства не должны быть изменены, давно установленные правительства не должны быть изменены по легким и временным причинам. И, соответственно, весь опыт показал, что человечество склонно терпеть до тех пор, пока зло терпимо, чем восстанавливать свои права, часто упраздняя формы, к которым они привыкли. Эта статья говорит о том, что не нужно делать частые майданы. Пока можете терпеть, терпите. Частые майданы приведут к хаосу. Вот тут все написано, не нужно много размышлять. Продолжаем текст. Но когда длинный ряд злоупотреблений, узурпаций или коррупции, неизменно последующий, преследующий одну и ту же цель, показывает замысел подчинить их абсолютному деспотизму, это право людей и не только право, но их долг свергнуть такое правительство и обеспечить новые охранителей для будущей безопасности людей. Цитата продолжается. Дальше идет длинный список тех обид, которые правительство британское нанесло колонистам. Можете почитать и похихикикать. Вот то, что они считали рядом злоупотреблений и узурпаций, на сегодняшний день выглядит смешно. Ну, то есть, никаким образом это нам не представляется рядом узурпаций. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы они свергнули правительству, которое, с их точки зрения, неизменно преследует одну и ту же цель и показывает замысль подчинить правительство абсолютному деспотизму. Итак, господа, впервые в мире, еще до французской революции, да, до свободы, равенства и братства, до всего этого, возникает социальная концепция, а под нее возникает новый тип общества, общества либерального, где роль государства это обслуживание этого общества. И дальше возникает совершенно очевидный вопрос, который формулируется таким образом, если бы люди были ангелы, то люди не нуждаются в правительстве. Но люди не ангелы, люди, в отличие философское понятие Джон Лака, люди, в отличие от философского течения Джон Лака, не жестокие, они ведут себя логично в поставленных обстоятельствах, и соответственно, большинство людей социально-моральны и религиозны, в отличие от Джон Лака, который был верующий человек и верил в религиозную мораль, Хаббс был атеистом. Вот в разнице философии вы видите здесь. И соответственно, большинство людей будут себя вести морально при прочих равных условиях, хотя существует небольшой процент людей, которые будут вести себя аморально. И для того, чтобы защитить права большинства от аморального меньшинства, и создается вот это самое правительство. Все, все понятно. И если оно не выполняет свои функции, можно разогнать и выбрать следующее и новое. Но при чем делать это, когда четко понятно, что исправить ситуацию эволюционным процессом невозможно. Прошло сто лет с момента провозглашения этих великих слов, и ситуация начала философская ситуация понимания роли государства в обществе, роли правительства в обществе, начала резко меняться. Возник манифест Карла Марса, возникли другие социалистические теории. И я хочу процитировать вам цитату из фашистского доктрины, то есть фашистский манифест. Книга называется «Доктрина фашизма». Я приводил на нее ссылочку в своем предыдущем ролике. И написал эти божественные строки «Джиованни Джентилы», кавычки открываются. Для нас, фашистов, государство не является лишь охранником, озабоченным исключительно обязанностью обеспечения личной безопасностью граждан. То есть это не основная функция государства, утверждает Джиованни Джентилы. «Государство, созданное нами фашистами, является духовным и нравственным фактором само по себе. Государство является гарантом как внутренней, так и внешней безопасности, но также является хранителем и передатчиком духа народа». Кстати, у Марка Слунина вышел прекрасный ролик, чем пахнет русский дух. Пойдите посмотрите. Так вот, фашистское государство, а безусловно Россия сейчас является классическим фашистским государством, является хранителем и передатчиком духа народа, считает Джованни Джантили и ему вторит Александр Гелиевич Дугин. Цитата продолжается. «Государство не только живая реальность настоящего, но также связано с прошлым и прежде всего с будущим. Таким образом, выходя за пределы кратковременных границ индивидуальной жизни и представляет собой имманентный дух нации». Что означает эта заумная фраза? Эта заумная фраза означает следующее. Люди живут очень коротко в историческом времени, вы не передаете свою культуру от отцов к детям, вы пылинка, песчинка в мироздании, личность не имеет никакого значения, а для того, чтобы сохранить дух коллектива, дух нации, дух вот этой группы этого племени и существует государство. И чтобы не было сомнений, цитата продолжается, государство воспитывает своих граждан в духе гражданской добродетели, дает им сознание их миссии, исплачивает этих людей воедино, гармонизируя их различные интересы через справедливость и передавая будущим поколениям умственные завоевания науки, искусства и человечности. государство ведет людей к этой от примитивной племенной жизни к высшему выражению человеческой мощи, которым, безусловно, является империя. Кавычки закрываются. Кое-что нужно прокомментировать. То есть, в соотношении личности и государства у либералов государство обслуживает личность, у фашистов, коммунистов, социал-демократов, каутских, у всех-всех-всех прочих не государство обслуживает личность, а личность обслуживает государство. А с точки зрения коммунистов личность – это просто строительный материал, из которого можно уничтожить, слепить очень важное государство. Великие слова великого философа, которые четко зафиксировали роль государства в обществе. Как по-другому сказать, государство воспитывает своих граждан. Что не так с этой теорией? Что не так с этой теорией? кроме того, что фашизм показал свое настоящее лицо очень быстро, не прошло и 20 лет с написания этих в кавычках великих строк, мы увидели, как государство уложило 6 миллионов невинных людей в овраги, расстреляло их пулеметами в затылок, спалило в газовых печах. Вот мы увидели, как во имя вот этой великой идеи и духа народного были уничтожены миллионы людей. Эти слова себя, как мне кажется, совершенно полностью дискредитированы проявлением, манифестацией того, что из этого получилось. Так же, как полностью дискредитирована себя идеология коммунизма. То есть, не выбирая между коммунизмом и фашизмом, вы должны понять, что фашизм это маленький, маленький братик, то есть, просто человек, который, не человек, а энтити, собственность, существо, которое не может быть сравнимо по количеству замученных, убитых и причиненного человеческого горя к коммунизму. Коммунизм уничтожил на порядок больше. И вот весь этот путешествие, отход от классической либеральной теории в эпохе в прошлом веке, в прошлом веке мы увидели, что делается с обществом, если государство получает гегемонию над обществом во имя, естественно, самого общества. Монархии рядом не стояли, господа. Сто миллионов убитых, в основном в Китае, правда, в основном в Китае, сто миллионов убитых от рук собственного правительства во время войны граждан этих государств. Давайте повторю, чтобы было понятно. Сто миллионов государства, правительства убили собственных граждан в отсутствие войны, просто заморили голодом, голодомором, убили, расстреляли, закатовали, зачетвертовали, лишь потому, что это нужно было делать во имя процветания государства. Case closed. То есть больше комментировать об этом нельзя, но тем не менее эта теория, теория доминанта государства над обществом остается основной философской социально-политической теорией в современном дискурсе и с этим нужно бороться, иначе проблемы с человечеством никогда не будут остановлены. Основное зло, которое преследует сейчас человеческое мировоззрение, это отход от либеральной доктрины государства это зверь, на который надели ошейник и намордник и которое должно охранять общество и превратили это чудовище в лидера духовного и политического самого общества. И пока общество не откажется от этой концепции, у нас с вами впереди, господа, большие проблемы. Но вернемся к вопросу, который я задал несколько минут, а что не так, что фундаментально философски не так с этой концепцией, с концепцией доминанта государства над обществом. В конце концов, общество само же избирает это государство, правильно? Что придает государству легитимность с точки зрения любой теории. Проблема заключается в том, что какие функции выполняет это государство. Если государство берет на себя функции, помимо решения основных прав, права безопасности человека, все, что государство делает, отвечает, чтобы человеку было безопасно. Как только государство берет на себя другие функции, ну, например, решает социальные проблемы, садики, школы, пенсии, правильно? Правильно. Даже социальные проблемы. У вас же есть право на пенсию, у вас есть право на социальное страхование, у вас же есть право на медицинское обслуживание. А кто эти права должен выполнять? Государство. Как только государство берет на себя эти права, то государство это не абстрактная сила, а-ля сила гравитации или воля Божия для тех, кто религиозен. Государство это не сила, это люди, это чиновники. Каждый раз, когда вы встречаете слово государство или правительство, сразу в голове меняйте чиновники. Вот государство это слово, синоним слова чиновники. Соответственно, мотивация поведения чиновников, сейчас я говорю очень важные вещи, я хочу, чтобы их внимательно слушали, вы пытались осознать. Мотивация поведения чиновников меняется от того, какую задачу вы ставите перед ними. если их задача защищать государство, то чиновникам становятся благородные люди, готовые отдать жизнь за собственное общество. Тогда в чиновники идут благородные люди, и они вытесняют из чиновничьего класса людей неблагородных, людей нехрабрых, людей неготовых пожертвовать своей жизнью во имя процветания общества, и тогда у вас процветающее государство. честных людей, готовых вести за собой и обслуживать эту нацию, то есть социальные слуги народа, потому что у них очень маленькие функции, на которых они украсть не могут, даже захотят. Что вы украдете, если все, что у вас есть в правах как чиновника, как военнослужащего, как милиционера, это первым стать под пули. Все. Но как только государству дают права распоряжаться социальными благами, социальными потоками, социальным обслуживанием населения, возникает соблазн, и этот соблазн возникает абсолютно во всех обществах. Из этих социальных потоков, как сказал Слепаков, сделать глоток. Я из потока делаю глоток. И, соответственно, возникает коррупция. Коррупция не в смысле взяток, а в коррупции, когда в смысле в американской смысле слова коррупция, когда мотивация поведения политиков и чиновников не обуславливается теми функциями, ради чего их выбрали, а обуславливается их собственными интересами. Доминант, преимущество, превосходство собственных интересов чиновников над теми интересами, которые их выбрали решать, и называется коррупция. Взятки являются лишь частным случаем этого. Так вот, кого бы ни выбрали вы, хоть ангелов, хоть 12 апостолов, в чиновники, в общество, в котором есть возможность что-то распилить, раздеребанить, зарегулировать за взятку, это всегда и однозначно произойдет. Чудес не бывает. Человек слаб и поставлен перед соблазном получить взятку, он всегда поддастся этому соблазну. Не каждый, не все, но в массе своей представить себе систему, что вы найдете тысячи чиновников, которые воима своих собственных интересов, на основании непонятной какой честности, морали и порядочности будут работать и распределять социальные блага во имя общества, а не для своего личного обогащения, невозможно. Это физически невозможное состояние. То есть, как только вы передаете государству права выше тех, ради которых государство с точки зрения классического либерализма было создано. Давайте еще раз повторю, если те, кто первый раз на моих семинарах не понимает, о чем идет речь. Государство создано для решения очень ограниченного количества простых функций. Обеспечение внешней и внутренней безопасности, международное представительство, как так мы живем не в вакууме среди других народов, и финансовая стабильность национальной валюты. Все. Других функций у государства нет. Нет государственных садиков, нет государственных школ, нет государственных образовательных учреждений, нет академии наук, нет ничего. Все остальные функции на себя берет общество. Вот общество, вне государства, решает все эти задачи. Частично коммерческими способами. Построили садик, в садик ходят дети, вы платите за своего ребенка, кто-то ухаживает за вашим ребенком, идет конкуренция. Частично благотворительными деяниями. Но общество это разрулит без государства. Фашистская доктрина, которую я вам поцитировал, практически мертва, но современная мировая доктрина, которая правит здесь, в Соединенных Штатах, которая правит в Европе, которая пытается эту доктрину изобразить Украина, и у нее уже 30 лет не получается. И никогда не получится. И та доктрина, эта же доктрина, которую хотят построить хорошие, так называемые, хорошие русские в России, и у них тоже никогда, гарантированно, запатентованно, никогда не получится это сделать. Доктрина называется нэни-стейт. Нэни – это нянька, стейт – это правительство. Правительство – нянька. Мы обеспечиваем ваши социальные права, мы даем вам социальные плюшки, вы нас за это избираете, и государство за это платит. Только вот беда, государство ничего не создает. Когда государство за это платит, это идет простое перезаспределение доходов. Государство берет у тех, кто создает, и покупает голоса у тех, кому дают эту взятку. Вчера была интересная новость, когда наша вице-президент Камала Херрис предложила прекрасную идею для тех, у кого нет денег на вступительный взнос за покупку дома давать 25 тысяч первых взносов. То есть государство покупает голос, ваш голос, за большой чек в 25 тысяч американских долларов. Ну, конечно, за нее проголосуют очень многие, которым снова свалится дом на голову. Почему снова? Потому что мы там уже были ровно 20 лет назад. Ровно 20 лет назад у нас были подобные программы, разработанные все тем же государством нянькой. Государство нянька все так же заботится о своих гражданах. Ну, вот хочет просто вот, душа разрывается Камала Херриса, и у всех чиновников они просто спать не могут, потому что американцы, бедные американцы не могут позволить себе жилье и вынуждены жить на квартире, ну, снимать углы. И вот от того, что они не могут спать, эти чиновники, я, естественно, говорю с уронией, нужно дать 25 тысяч долларов на каждый нос, на каждую семью, которая заработать себе их не может, а дом хочет купить. К чему это приводит? Приводит к тому, что называется subprime mortgage crisis, кризису, когда люди не могут оплачивать те ипотеки, которые они взяли. Как это повлияло на меры общества, вы прекрасно знаете, в 2008 году. Но государство не делает никаких выводов и ищет любые другие способы, как коррумпировать общество, предлагая обществу все больше и больше блага. Что происходит, когда государство решает социальные проблемы своего общества? Ну, в экстремальных случаях происходит Советский Союз. В экстремальных случаях происходит Украина. Украина и все проблемы с ней связаны. Это отображение, желание построить то, чего построить невозможно. Найти чиновников, которые воровать не будут. Такое в природе не существует. Найдете ангелов, их все равно скоррумпируют. Возникает среда чиновников, если ты единственный, который не ворует, а все вокруг воруют, то тебя либо уберут, уничтожат, либо скоррумпируют, и ты будешь делать то, что делают остальные. Как это себя манивестирует здесь, на Западе? Я расскажу, покажу вам несколько очень интересных фактов. Существует такой проект, проект называется Пруит Айго. Пруит Айго. Странные слова, не будем говорить, откуда они взялись. И в начале 50-х годов прошлого века, в начале 50-х годов прошлого века был построен вот этот прекрасный архитектурный ансамбль. Это был социальный проект. Бедных, которые не могут себе позволить жилье, все те же самые бедные, которые были всегда и будут всегда, и вы никогда не сделаете общество, в котором не будет ленивых, алкоголиков, пьяниц, людей, которые не хотят зарабатывать, людей, которые ленятся, всегда не будут. Но тем не менее, тем не менее, вот этот народ, это же исконный народ, должен где-то жить. Поэтому построили великолепный архитектурный ансамбль, в котором были все, садики, коммунальные прасечные, столовые, вы могли общаться с людьми, залы заседаний. То есть это был город будущего. Это не был чисто архитектурный проект, это был социальный проект «Город будущего». Так нужно делать все города будущего. Туда заселили за бесплатно или за очень небольшие деньги бедноту в Сан-Луис, город Сан-Луис, Мизури. А уже в 1972-73 году всю эту радость полностью уничтожили. Привезли бульдозеры и все это сравняли с землей. И до сих пор на этом месте зияет вот этот квартал разрушенной архитектуры. Все. На этом великий эксперимент закончился. Ну, вы мне можете сказать, как можно делать такого рода широкие выводы, далеко идущие выводы о несоответствии, невозможности построить социальное государство, государство, которое будет решать социальные нужды, на основании вот одного такого пройд-ай-го примера. Нет, господа, это не единственный пример. Это не исключение из правил. Это и есть правило, как невозможно, просто физически невозможно построить социальные жилищные проекты в свободном обществе. Нет, в Северной Корее, где люди помирают от голода, все зайдет, как это зашло в Советском Союзе. Но в свободном обществе вот такого рода многоэтажные проекты не работают. Подтверждаю свои слова другими фактами. В Чикаго, в 10 Соединенных Штатов Чикаго, был построен подобный комплекс для бедных людей, который называется Кабрини-Грин, Чикаго. Начали строить в середине 40-х, закончили все это архитектурное чудо в 60-х. Чудо перед вами, та же идея, дать жилище для бедных людей, чтобы они перестали быть бедными и смогли зарабатывать, вести гормональный образ жизни. И к 90-му году, к 1990-му году, приехали взрыватели, все взорвали к чертовой матери, потом бульдозеры, все разровняли с землей. Ну, неугомонный слушатель, можно сказать, ну это как в Америке, жиру бесятся. Нет, господа, вот существует другой подобный проект. Застройка началась в середине 70-х в Манчестере, Великое Соединенное Королевство. Называется этот проект Хюлм Кресцентс. Кресцентс – это полумесяц, то есть хюлмовские полумесяцы. Прочувствовал меньше 20 лет, и в середине 90-х годов эту радость пришлось взорвать. Результат все тот же самый, приходят взрыватели, взрывают дома, бульдозеры зачищают, остается выжженная земля, на которой ничего построить больше невозможно. Все. Ну, там просто инфраструктура, осталось бетонные фундаменты, все это никому доставать, все. В городе находится воронка социальных экспериментов. То же самое было в Амстердаме. Да, в Амстердаме начало застроек. Называется Биджамелмер проект. В Амстердаме начало застроек 60-х, начало 70-х. К 90-м годам полностью были уничтожены. То же самое происходит в Бразилии. Проект Бразилия-Бразил. То же самое происходит в Гонконге. Проект называется Кавлон Уолл-Сити. Кавлон Уолл-Сити был построен в тех же 50-х годах. Это Гонконг. И в 1993 году результат все тот же самый. Приходят взрыватели, складывают взрывчатку, взрывают стены. Потом приходит бульдозер и защищает. Список могу продолжать очень долго. Не буду терять ваше время. Почему я об этом вам рассказываю? Для меня была задача найти визуальную презентацию того, что делает Нэни Стейт, государство-нянька с обществом. Как визуально это показать? Смотритесь в эти фотографии. Запечатлите эти фотографии в своей памяти навечно. Потому что это то, что делает чиновничное, бюрократичное государство, которое решает свои интересы, пытаясь создать иллюзию, что это государство решает ваши интересы. Каждый раз, когда вам будут рассказывать о социальных проектах, о том, что какие-то чиновники будут хотеть вам помочь, вспоминайте эти фотографии. Вся Украина сейчас – это визуализация, то есть репрезентация несостоявшейся идеи Нэни Стейт. Давайте я вам прочитаю статьи из Украинской Конституции, а вы, пожалуйста, обещайте мне не хихикать и не смеяться, потому что это не смешно. Статья третья. Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленности деятельности государства. Все понятно. Государство там существует в Украине для того, чтобы решать гарантии безопасности человека. Вам очень безопасно чувствуется после того, как ваше правительство в Украине обеспечило ваши гарантии безопасности. Государство отвечает перед человеком, даже не перед обществом, перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение права свобод человека является главной обязанностью украинского государства. Вы когда-нибудь об этом знали? Украина – это failed state. Вот как обрушились вот эти вот социальные проекты, так обрушилась вся Украина и продолжает падать. И вот как в Сент-Луисе осталась воронка от разрушенного социального проекта, огромный квартал, десятки многоквартирных домов были уничтожены, так в Европе может остаться воронка от другого сексуального эксперимента, что будет, если обмануть население и построить ныне state, государству няньку. Почему такая проблема с государством няньки? Ну, жалко, что ли? Пусть беспокоится о людях. Нет, господа, за двумя зайцами погнаться, ни одного не поймать. Государство, которое обеспокоено покупкой голосов в продаже социальных плюшек, не предоставляет ни плюшек, ни социальной безопасности. Украинское государство полностью обрушилось и расписало своими неумениями как до войны, как и во время войны обеспечить эффективную оборону собственной страны. Все, что не умеют делать, строить плитки в городах и разворовывать в процессе. Сейчас идет, как символ, ныне стоит в Украине, застройка Украины, вот этими самыми плитками. Все города тут разрушают и строят, разрушают и строят, разрушают и строят. Новые плитки. На этих плитках чиновники воруют. Все, все, что нужно знать, как символ Украины, это не трезубец. Нет, господа, это не трезубец. Символом Украины сейчас является плитка, которая в Харькове строят, а потом разрешают. Строят, разрушают, а какой-то чиновник на этом фоне что-то ворует. Украина фейл стоит и будет оставаться таким фейл стоит, потому что государство, которое пытается обеспечить социальные права своего населения, ну, говорю в кавычках, потому что на самом деле обеспечить карманы собственных политиков чиновников никогда не сможет обеспечить эффективную безопасность. То же самое происходит в Европе. Европа полностью импотентна. Европа наложила в штаны кирпичами и боится Путина. Европа прекрасно понимает, что они погрязли в этом социальном эксперименте и ничего сделать не смогут. Европа не готова воевать и никогда не будет готова воевать. И Путин ее может взять голыми руками, если бы у Путина было свободное общество. Но у Путина тоже нет свободного общества, поэтому там тоже с экономикой не все в порядке. То же самое происходит в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты вот уже третий год не могут наладить производство снарядов в каких-то адекватных количествах. Почему? Все то же самое. Государства, которые решают свои социальные задачи, не могут решать те задачи, для которых государство было создано. Обеспечение натуральных прав, то есть прав безопасности своих граждан. Круг замкнулся. Причина, по которому упали вот эти небоскребы, причина, по которому Украина является fail state, является одной и той же и упирается в философию. Если у человека забрать право и возможность быть человеком и предоставить ему гарантированные государством блага, то человек не ведет себя как существо моральное, человек себя ведет как существо аморальное, то есть становится иждивенцем, и тогда он голосует, ведет политическую активность для того, чтобы увеличить иждивенские блага, полученные от ныне state. В микрокосмосе одного маленького социального проекта, который вы видите на ваших глазах, взрывает, это выглядело таким образом. В одно место посадили людей, многие из которых ленивы, преступны, криминальны, алкоголики, проститутки, пьяницы и тунеядцы. И эти люди построили свое мини-социальное общество, в котором они живут по законам того общества, которое они представляют. Их туда взяли и выфильтровали. Соответственно, ни один честный человек, который хочет зарабатывать себе на жизнь сам, в этом городе будущего жить не захочет, не сможет. И, соответственно, вот такого рода проекты всегда гарантированно, без исключения, превращаются в преступную клоаку, куда боятся заехать полицейские. В каких-то городах это уничтожается, в каких-то городах, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, такого рода проекты, которые, социальные проекты, нужно было давно разрушить. Но у города не хватает мужества это признать. И вот эти вот социальные клоаки продолжают существовать. Посмотрите сериал «Вайер», «Провод». Или «Прослушка», не знаю, как называется в русском переводе. Из Балтимора. Там такие же, то что называют «low rises and high rises», то есть такие же социальные проекты, которые просто у города не хватило мужества признать поражение этой идеологии и уничтожить. Это то, что уничтожает общество в прямом, а не в переносном смысле. Но катастрофа не только в том, что «Nanny State» пытается сейчас коррумпировать общество предложением социальных благ, а катастрофа заключается в том, что эта идеология, эта социальная программа обречена на уничтожение цивилизации. Я не шучу, я абсолютно четко формулирую то, что трудно не заметить, если вы потратите 3 минуты на размышления на эту тему. Все социальные программы рассчитаны на то, что берут у текущих поколений, чтобы оплатить долги по проколениям прошлым. Существует временной интервал. Сегодняшняя молодежь оплачивает социальные плюшки, обещанные старикам вчера. И эта модель, как любая пирамида, эта пирамида работает только в ситуации, когда у вас молодежи больше, чем стариков, и молодежь пребывает. Вот тогда все классно работает. Вы где-нибудь в развитом или не очень развитом обществе, как Россия и Украина, это видели? Я имею в виду то, что молодежи становятся все больше, а стариков все меньше. Нет, господа. Вот эта вот модель нэни-стейт, то есть государство няньки, когда текущее поколение должно обслуживать предыдущие поколения, работать физически не может и приводит к тому, что текущее поколение, обремененное государственным регулированием, высокими налогами и низким уровнем социального развития общества, вынуждено сокращать детей. Хотелось бы иметь детей, но не можем себе позволить, потому что платим высокие налоги, которые оплачиваются сейчас старикам. Круг замкнулся, чем меньше детей, тем меньше социальных поступлений, тем меньше возможности поддержать тех стариков, и вся эта система в течение ближайших 70 лет накроется не только экономически, но и демографически. Все, что успели построить за последние 50 лет, вот это вот нэни-стейт, это примерно с середины 50-х годов прошлого века. Все, что они успели сделать, это построить величайшую в размерах всего мира социальную пирамиду. Мавродий отдыхает, и эта социальная пирамида обрушит западную цивилизацию. Все западной цивилизации не будет, этот поезд ушел, поезд без тормозов, и остановить его невозможно. Украина первая, которая попала под колеса этого поезда. О чем это я? А я о том, что Европе, умирающей под гнетом своего нэни-стейт, бременем чиновников и обещаниями социальных благ для текущего поколения, в Европе не хватает молодого поколения, которое будет работать и отдавать половину заработанного на содержание не собственных родителей, а на содержание абстрактно чужих родителей. Вот этого никогда не будет. Сокращается рождаемость. Они попробовали взять свое общество людей из третьего мира и очень сильно на этом обожглись. Люди из третьего мира умеют доить социальную систему гораздо быстрее, чем социальная система этого представляет. Они не едут туда работать, они едут туда доить систему. Нет, этот эксперимент был сделан в середине прошлого десятилетия, и у них это очень плохо получилось. Сейчас все европейские страны ограничивают приток исламских иммигрантов. И у них появилась возможность всосать иммигрантов из России и Украины. Этнически, культурно и религиозно это похожие группы населения. Соответственно, они будут высасывать население из Украины и России, и Белоруссии. Как только откроются границы, превращая эти страны в тот самый wasteland, ну то есть failed state. Что заставит человека работать дальнобойщиком в Украине, если он может работать дальнобойщиком в Европе? Что застанет медсестру работать медсестрой в Украине, если она может работать медсестрой в Бельгии? И так далее, и так далее. Процесс этот начался, процесс этот неостановим. Границы вы не закройте, ничего не сделаете, и по сути говоря, это и то, что ждет Украина в ближайшие несколько десятилетий. Вне зависимости от того, как наши сыграют в эту войну. Дальше произойдет следующее. Возникнет первое, их возникнет больше, возникнет первое государство, которое додумается отменить ныне state и вернуться к принципам классического либерализма. Низкие налоги, отсутствие зарегулированности, стабильная валюта, обеспечение национальной безопасности и все. И вот в это государство, в это общество стекутся лучшие силы планеты. Это общество будет динамично и быстро развиваться. Это будут Соединенные Штаты Америки 2.0 в улучшенном варианте. Тем самым забирая все наиболее творческое, все наиболее жизнеспособное из других уже сейчас умирающих обществ, которые управляются этими самыми государствами-няньками. Все, круг замкнется. И совсем интересно будет в Китае. Китай, который под влиянием своего мудрого правительства еще недавно принял демографический геноцид собственного народа. Если до этого Китай морил народ голодом, то сейчас Китай объявил одного ребенка на семью и практически обрушил свою демографию. Ожидается, что к концу этого века в Китае будет меньше, чем 500 миллионов населения. И это население, оставшаяся небольшая молодежь, не захочет содержать своих стариков насильно. Нет, своих, понятно, чужих стариков насильно. И эти китайцы будут бежать в свободное общество так же, как будут бежать туда все люди всей планеты. Этот процесс начался, ничего с ним сделать невозможно. И заканчивая сегодняшний ролик, я хочу подвести определенные итоги и выводы. Вывод первый. Произошла определенная эволюция социально-философской доктрины, зачем нужно государству. От состояния государь назначен нам Богом, мы перешли к состоянию, мы должны сделать социальный контракт, идея Томаса Хоббса, социальный контракт со своим правительством и не менять это правительство, потому что ведет к хаосу. Потом возникла либеральная идея о том, что государство является обладает ютилитарными функциями, то есть обслуживает общество, ничего больше государству делать нельзя, то есть решает узкие, специально узкие задачи. После чего возникло ряд фашистско-коммунистических идеологий, после чего они мутировали в новую идеологию государства, как ныне-стейт, государство, которое решает социальные права, говорю с иронией в кавычках, своих граждан. И вот это последнее, как ртуть, случайно попадавшая в организм, начинает медленно убивать организм, приводя к падению рождаемости, созданию социальных пирамид, вот тех самых социальных пирамид, и тот процесс, который начался, остановить практически невозможно, и в результате этого процесса в ближайшие несколько десятилетий возникнут свободные государства, свободные общества, которые вернутся к модифицированному принципу либерального, классического либерализма. Государство, как цербер на привязи, у которого есть намордник и ошейник. Второй вывод, который нужно сделать, государство, это чиновники, чиновники, чиновники всегда работают на свои интересы, они никогда не выражают интересы общества, если, запятая, если, у чиновников есть возможность распределять социальные блага. Если чиновники делают только лишь то, что обеспечивает безопасность общества, туда будут идти честные, благородные люди, которые служат своему обществу. Если чиновники будут распределять социальные блага, туда будут идти коррупционеры, которые всегда и без исключения будут распиливать, раздеребанивать, разворовывать, раскоммуниздивать эти самые социальные блага. И чем более аморально общество, тем быстрее начинается и быстрее эволюцирует этот процесс. Единственная разница, почему в Швеции раздеребанивое общество происходит медленнее, чем в Украине, то есть оно происходит, но не так быстро, потому что там более высокоморальное общество, там культура другая. Но процесс идет, он неостановим, потому что когда вы даете людям, которые находятся у кормушки, власть из нее что-то украсть, люди будут воровать. Так устроена человеческая природа. Ничего с этим сделать невозможно. Третий вывод, который мы должны сделать сейчас, что в борьбе между Россией, у которой существует фашистская тоталитарная модель, и социал-демократической моделью нэни-стейт в Украине. Украина классический пример нэни-стейт, Россия классический пример фашистского государства. Фашизм всегда будет побеждать. Означает ли это, фашизм является наиболее передовой и прогрессивной формой общества? Нет, безусловно, не является. Свободное общество уничтожает фашизм, о чем как-нибудь запишу в свой ближайший ролик. Всем спасибо за время и за внимание. До встречи в следующий раз.